Площадь Ленина пестрила голубыми беретами с самого утра. Здесь по традиции собираются десантники. Многие пришли с детьми и женами. Для них это настоящий семейный праздник. Объятия, улыбки, радостные встречи со служивцами. Поздравляют друг друга как недавно служившие десантники, так и заслуженные ветераны. Многие из них прошли службу в Афганистане. Среди них Николай Жирнов. 2 августа для него, как и для всех десантников, особенный день. Что значит быть десантником? Десантниками не рождаются, а десантниками не становятся. Это элита, это честь. Я хочу поздравить всех бывших, настоящих и будущих воинов-десантников. Слава ВДВ! Николаю, как и другим ветеранам боевых действий в Афганистане, вручили юбилейные медали. 25 лет вывода советских войск из Афганистана. Многие из героев той войны так и не вернулись домой. Их, а также всех павших воинов почтили минутой молчания. Службу в крылатой пехоте проходил и глава Альмитинского муниципального района, который также был в этот день удостоен награды. Старшему лейтенанту запаса Мазиту Салихову вручили медаль за службу и верность воздушно-десантным войскам. Как вспоминает глава района, о службе ВДВ мечтал с детства. Все ребята, которые есть, они мечтают служить в воздушно-десантных войсках. И у меня такая мечта была. Воздушно-десантные войска – это элита вооруженных сил. Это не только сегодня. Всю жизнь элитой назывался, элитой, наверное, останется. И гордость – это наша страна. Проходил службу в Амурской области. На его счету 32 прыжка с парашютом. Девиз десантников «Никто, кроме нас» стал и девизом его жизни. Какие бы трудности перед нами не стояли, как в армии, так и в жизни, мы не боимся трудностей. В пользу случаем хочу поздравить всех днем воздушно-десантных войск. Здоровья, счастья, благополучия и мира всем. Напомним, что на сегодняшний день в десантных частях служат 46 наших земляков. Поздравления в их адрес, а также всех тех, кто уже прошел службу ВДВ, прозвучали от военного комиссара Альметьевская Решата Сабирова.